Видишь, я ахню. Машинка-то недорогая. Кстати, у нас тут случился легкий казус. Привет, с вами Авто МПС. У нас два больших 7-местных кроссовера. Правда, у меня 5-местный автомобиль, но может быть и 7-местный. Шкода Кодиак. 150 лошадей, дизельный мотор двухлитровый, коробка ДСГ. 3 миллиона рублей. Конечно, дороговато для того, чтобы сравниться с китайцем, но зато хороший бренд популярный Шкода. Да, у нас была очень непростая задача. Мы старались как могли свести эти автомобили. Они похожи по габаритам, они оба могут быть 7-местными, но в плане моторов у китайцев никакой демократии нет. Это сплошной коммунизм. 1.6, очень маленький моторчик, но 186 лошадиных сил, роботизированная, мокрая, 7-ступенчатая коробка передач и безальтернативный передний привод. То есть такой Шкода в природе не существует. Мало того, что у Шкоды максимум того, что есть, это 180 лошадиных сил, но это был бы двухлитровый мотор, и он безальтернатив, с полным приводом. Если вы хотите переднеприводный, доступный Кодиак, то это будет 1.4 и 6-ступенчатый робот, ну либо, соответственно, механика, но это совсем неинтересно, потому что там будет 125 лошадиных сил. И, в общем-то, ну такой вот идеальный баланс, он, к сожалению, в нашем случае недостижим, но мы все-таки сравниваем готовые автомобили, да, мы хотим сравнить салоны, багажники, ну и заодно, естественно, динамику мы как-то сравним, но с пониманием того, что здесь 186 лошадиных сил, а у Шкода всего лишь 150. Ну а мне еще будет интересно узнать, насколько далеко ушла немецкая техника и как быстро догоняет ее китайская. Друзья, а перед тем, как купить новый автомобиль, мой вам личный человеческий совет, загляните на сайт autospot.ru. На настоящий момент там представлены более 40 тысяч автомобилей, конкретных машин, на которые официальные дилеры дают свои скидки. И с помощью поиска вы можете выбрать понравившуюся вам марку, понравившуюся вам модель, регион, и там уже найти себе машину, посмотреть, какие конкретно у нее даются скидки. При покупке за наличный расчет, в кредит, может быть, за трейд-ин, еще за что-то. А если автомобиль у вас уже есть, то там же, на сайте autospot.ru, в соответствующей закладке, вы можете записаться на ТО. Только к официальным дилерам. Пока эта услуга работает в Москве и Санкт-Петербурге, но география постоянно расширяется. Вы можете не просто выбрать метод. Выбираете машину, возраст вашего автомобиля, марку, модель, двигатель, все-все-все, как у официального дилера. И на карте видите, в каком районе Москвы, либо Санкт-Петербурга вам предлагаются наиболее выгодные цены. Предложение собирается только от официальных дилеров, так что гарантия, разумеется, не пострадает. Все ссылочки в описании. Cherry обещает дорожный просвет 190 миллиметров. Я бы сказал, нормальная цифра для такого большого кроссовера, но правдива она или нет, мы сейчас и постараемся выяснить. Высота нашей покрышки 200 миллиметров. Погнали! Я не знаю, слышали вы или нет, но контакт был как передней осью, так и задней. Причем я не знаю, сзади там то ли подвеска, рычаги, то ли бензобак, но и то, и другое зацепило. Но, как видите, покрышка как лежала на линии разметки, так и осталась. Посмотрим, как пройдет Кодиак, учитывая, что Шкода обещает дорожный просвет 200 миллиметров. А теперь Шкода. И мы знаем, что у Шкода защита двигателя есть, а у Черри, напомню, ее нет. И если вы поставите защиту двигателя на Черри, то наверняка клиренс еще упадет. Погнали! Слушайте, у меня сложная дилемма. Проехало два автомобиля, оба покрышку оставили на месте. Вроде кажется, что надо дать ничью, но при этом мы понимаем, что у Шкода есть защита двигателя, и Шкода цепляет только передней осью, Черри цепляет и передней, и задней. Это слышно и видно. Я не знаю, вот что-то во мне, при том, что я бьюсь за Черри, говорит, что Шкода должна получить на полбала больше. Давай. Три, два, один, старт. У меня прям голова ушла назад. Так вот он с задержкой, но потом очень хорошо вот здесь. И, конечно, это такое немецкое кассивное. Руль легкий, все тебе очень нравится. И он даже пытается подруливать заднюю осью. Я сижу, как в литой, вообще никуда меня не бросает. Вот здесь прям, мы специально тут построили два. О! Тридцать восемьдесят семь. Слушай, но прям, вот, на улице сколько? Тридцать восемьдесят. Тридцать градусов тепла. Мощности не так, чтобы много, хотя момент, момента вау. Дает ли здесь полный привод какие-то преимущества, я не уверен. Я боюсь, что он отнимает за счет массы, за счет всего больше. Поэтому, собственно, отвечая на вопрос полного привода, да, мне кажется, что вот от него, есть какие-то, наверное, бонусы, но есть и минусы. Среднеприводный к идеал, будь он там такой же мощности с таким же мотором, наверное, приходят примерно так же. Надо сказать, высокий автомобиль, но довольно цельный, и нет ощущения вот такого, какого-то сарая, понимаешь, ящика. Ты прям мчишься, мчишься. Он очень послый. Если вы забыли, сколько у вас крутящего момента, червеж всегда напомнит заднейшили в 290Т. Это 290 Ньютон-метров, ну, или торг по-английски. Я знаю, сколько, 340, между прочим. Да, да, я же говорю, момента меньше, но мощи-то больше. Давай. Не смеши. 3, 2, 1, старт. О-о-о, как она шлифуй. Льда в том, что если ты едешь с включенной ESP, то у тебя все печально. Вот, а на это я все время мешаюсь. Но если едешь с выключенной, то ее очень тяжело. Оп, китайские колесики, конечно. 32-22 твоя мощь. Главный проблем в том, что тебе тяжело управлять мощностью, потому что мотор маленький, и у него тяги нет-нет-нет-нет-нет, потом она раз и резко посыпалась к тебе. И ESP, она либо включена, и она тебя душит постоянно, либо ты постоянно шлифуешь, и машина тяжелая, и она не очень жесткая, то есть, ну, в общем, с ней непросто. Итак, замер времени разгона до сотни на Cherry Tiggo 8 Pro. Заявленное время 8,9 секунды. При старте с места букса нет или почти нет. Спорт-режим, разумеется, включен. Два заезда с двух педалей и с одной. 1600 оборотов. Как-то было сначала какой-то все равно такой затух, но в остальном очень бодренько. 8,9! Как написано. И это с двух педалей. Вот прям все четко. Вот теперь пробуем то же самое с одной педали. Пошли. Я боюсь, примерно то же самое будет. У меня сейчас пол пака бензина. 92, как обещано. 9,1. Мы по динамике не будем напрямую сравнить Skoda и Cherry, ну, потому что это не совсем корректно. Там 150 лошадиных сил. Здесь 186. Но это, кроме прочего, ответ тем, кто говорит, что да вот, да дизель, да крутящий момент. Слушайте, ну, дизель, вот хорошо. Там момента больше. На 50 ньютонов. Но динамика, она в мощности, не в моменте. Коррока завода разгон до сотни дает 10 секунд. В специальных настройках устанавливаем систему ESP Sport. Погнали. Ну, сейчас пободрели. Эх, хорошо. Ну, на старте чуть-чуть мы задумались. 10,1. Момент больше, но он не сработал на нашу победу. Мощность все-таки имеет значение. 10,1. Так, коррук, старт с одной педали. Погнали. А может, даже и быстрее, потому что сейчас не было задержки. И вот с горки погнали еще чуть-чуть. 9,4. Разгон до сотни. Не было задержки на старте с одной педали. Ну, это нерабочий вариант. Готовимся параллельные старты. Еще один тест. Я думаю, что мы не будем за него раздавать баллы. Ну, разве что, если это будет вдруг ничья. Но это ни на что не повлияет. У меня, опять-таки, больше мощности. Для частоты эксперимента мы догрузили меня с Женей. Но у Петра, соответственно, полный привод. Спорт режим. Три. Два. Один. Пошли. Я легко селу здесь. Абсолютно уверен, несмотря на то, что он наставил. Первый рывок у Шкода был хорошенький. Но он же был и последний. Давайте будем честными. Мы не смогли вовремя у Шкода раздобыть 180-сильную двухлитровую машину. Но, надо сказать, что она в любом случае была бы полноприводной. И честным наше сравнение не было бы. Ты хочешь повторить? Мне нравится побеждать. Три. Два. Один. Пошли. Смотри, как я выиграю старт. И потом он меня достает. Причем достает так уверенно. Злодея. Ну, просто как пушка уходит. Дальше моща решает. Но, я не думаю, что мы будем раздавать за это баллы. Мне кажется, все честно. Будь у нас Кодиак 180-сильный, мы могли бы попробовать разыграть. Но я боюсь, что я все равно бы выиграл. Просто в силу того, что у меня более легкая машина. А если чуть вот с 80 попробую тормонуть? Три. Два. Один. Пошли. Нет, тут уже повыше обороты у него. И все. И он уже. Кстати, у нас тут случился легкий казус. Мы взяли машину. Вот сейчас, на настоящий момент, мы проехали на ней 300 километров. И как-то случайно обратили внимание на то, что расширительный бачок пустой. А бачок снаружи немножко влажный. Может быть, это вот уникально для одного единственного автомобиля. Если у вас такое же было, обязательно пишите в комментариях. И мы это уже как-то массово предъявим черри. Возможно, это повод для отзыва. Реально красивая картинка. Большущий экран прям вот он. Ну, как тебе салон Шкода Кодиак? Учитывая, что машина уже сравнительно давно на рынке. Ты о моем автомобиле хочешь сказать что-нибудь плохое? Так и сразу скажи. Мне не очень нравится. Во-первых, ну, это Шкода, да? Надо понимать, что в линейке Volkswagen AG это самый бюджетный бренд. И садясь в него, ты вот ощущаешь, что машинка-то недорогая. Ну, умеренная. Здесь все на месте. У тебя сколько экранчиков в салоне? Считаю приборную панель, два. А у меня три. Но самое главное, что я жду от этого экрана, это активный круиз-контроль. И мне Шкода это дает. Ну, в остальном люк подсвечивает, создает пространство. Я знаю, у тебя тоже есть люк. Ну, вот в целом, если вот вкусовщина, на вкус, как говорится, автомобиль не суперлюкс. Но, ну, для меня, по мне он. Ну, я бы сказал, что Cherry пытается быть дороже. У Шкода есть очень четкая иерархия. Они не могут сделать каких-то вещей. Они, например, не могут приподнять центральную консоль, а снизу сделать такую емкость. Это сразу делает машину, во-первых, более пропорциональной, а во-вторых, какой-то более дорогой по ощущениям. Ну, все это дает тебе какое-то ощущение комфорта, например. У меня ощущение комфорта есть в этом автомобиле. Ну, я бы сказал, что Cherry неплох. Он не слишком, там, драйверский, не слишком спортивный. Но, с точки зрения комфорта от подвески, все неплохо. Итак, багажник. Китайцы очень старались. Они сместили заднюю дверь максимально назад. То есть, бампер практически не выпирает. Здорово, что вот здесь вот есть ниша. И сюда уже вошло 16 литров наших кубиков. И здесь же есть место для шторки. Багажник оказался достаточно правильной формы. Наверное, чтобы выиграть объем, конечно, хотелось бы, чтобы сидение третьего ряда можно было удалить. У вас нет выбора. У вас всегда семиместный автомобиль. Но, наверное, если вам надо перевезти много всего, вы точно так же, как и мы, можете поднять полку. Мы загрузили не выше сидения. То есть, ничего в салон у вас лететь не должно. Итого, багажник Cherry, включая вот это маленькое подполье, в котором было 16 литров, вошло 476 литров. На мой вкус, очень неплохой показатель. Но что-то мне подсказывает, что в Skoda войдет больше. Стою вот здесь. Смотрите, вот тут еще два серии на поместье. Бампер неокрашенный, пластик. Вот, видите, одеяльца. Всякие умные штучки, крючочки, сеточки. Под полом у нас сабвуфер. На сетокубике 24 литра. То, что не вошло бы в Cherry. Но в Cherry входит целый третий ряд сидений. Да, есть вариант у Skoda 7-местный. Но в данном случае 5 мест. У Cherry, кстати, 5-местных вариантов нет. Но по нашему измерению мы отдаем победу Cherry. Все-таки это не так много. Второй ряд сидений. У меня, кстати, ты поможешь, у меня есть еще третий ряд сидений. Ну, ты получил за багажник. Да. Уже забудь о нем. А представляешь, ты выходишь из клуба, там куча девчонок. Надо подвезти. Маленьких таких девчонок. Да они с тобой разговаривать не будут после того, как ты их туда посадишь с их коленями. Да, центральный тоннель. Ну, немножко, да. Он есть. Он прямо вот такусенький. У меня есть подогрев, у меня есть USB-шка. Есть не очень большие дверные карманы. Два цвета вонючей кожи. Я прям не могу. Вот пахнет и все для меня. Смотри, сколько мест над головой. Вот 4 пальца на ребре. Но для ног, для ног, место меньше. Сейчас ты это увидишь и ахнешь. Здесь неплохо. Вот двоим. Сзади, даже, наверное, троим. Сзади, в принципе, нормально ехать. Хотелось бы лючок для лыж от солярии. Ну, ты можешь сказать, что немцы по заднему ряду уже, в принципе, уже трепещут. Уже начинают курить. Не, но учитывая, что китайцы многих сделали по заднему ряду. Уже и до немцев добираются. Да, диодная подсветочка. Ты посмотри, как красивый такой ровный цвет. Огромная стеклянная крыша. Вот лючок для лыжи добавьте. Пойдем в школу. Вот почему никто, кроме европейских производителей, вот мы недавно ездили на Peugeot, такая же штука, ни японцы, ни корейцы, ни китайцы. Они же не лыжники, поэтому не делают. Вот непонятно, почему. Сидение, разумеется, регулируется по углу. Два подстаканика и одна рюмочка. Да, мне нравится. Я не знаю, насколько это практично или нет, учитывая, что внешняя сторона дверного кармана жесткая, но внутренние поверхности, они ворсистые. Если вы там пролили кефир, то это проблема, но в остальном как-то оно звенит чуть меньше. Кожа как-то потолще. Да, тоже какая-то лабудовая. Центральный тоннель не ругай, это полный привод. У Chery тоже будет полный привод, а тоннеля не будет. А у Skoda может не быть полного привода. Клево, что есть климат-контроль, также есть подогрев сидений. А есть не только USB-шечка, причем Kodiaq, по меркам Skoda, машина старая. Тут еще нормальная USB-шка. А это вот смотри, что такое. Есть 12-вольтовая розетка, есть розетка на 220 вольт. Это для планшета, разумеется. Сюда можно поставить планшет, сюда можно поставить мобильный телефончик. И вот видишь, шторочка, у тебя такого нет. Ручки благородные, вот черные с хромом хорошо сочетаются. Не, ну хорошо, и переднее кресло установлено высоко. На место, на сколько, вот на столько больше. Да, вот место по длине, прям, ну вот ладонь. Над головой меньше, над головой три пальца. Но если вы будете высоких, то, наверное, просто надо взять машину без люка. Я согласен с тем, что в данной ситуации это победа Skoda. Но в целом, если ты возьмешь китайца, у тебя проблем с задними сидениями не будет. То есть ездить сзади можно, но у Kodiaq есть преимущество. Моя победа. Защиты двигателя нет. Вот здесь вот спереди идет пыльничек. Он не закрывает сам двигатель. И достаточно низко установленный двигатель. Коробка еще ниже. Здесь же опора двигателя. Все алюминиевое, даже поддон. Шировые опоры крепятся к рычагам. На болтах рычаги штампованы достаточно толстые. Вот здесь даже с дополнительным усилителем. Все должно быть хорошо. И вот здесь вот сбоку нет пыльника. Если с правой стороны шкив двигателя и приводные ремни, они закрыты пыльником сбоку, то вот здесь слева коробка открыта. Очень забавно сделана вот эта банка резонатора. Выхлопная труба входит по центру, а выходит вот здесь вот сбоку. Так что ни оригинал вы сюда не поставите. У этого резонатора уже начинается легкая коррозия. Абсорбер. Вот это, ну что-то мне подсказывает, будет расходной деталью. Потому что смотрите, насколько ниже он кузова, ниже лонжеронов. Он сварен подрамник из трубочек. И не сказать, что он сварен аккуратно. Что касается независимой подвески, у меня такое двоякое ощущение. Здесь с каждой стороны по четыре рычага. И суммарно, учитывая саленблоки, которые непосредственно крепят подрамник к кузову, получается, что по девять резинок с одной стороны и девять резинок с другой стороны. Я бы сказал, что если мы говорим о переднеприводном автомобиле, то я бы, наверное, предпочел иметь здесь полу-независимую балку. Запаска, как видите, достаточно тоненькая. 125 миллиметров всего лишь, разумеется, китайского производства. Очень эффектно расходится выхлоп. И вы получаете, честно, две банки и, соответственно, две выхлопные трубы. Нижняя часть губы, она из неокрашенного пластика. Соответственно, на ней не будет особо никаких царапин. Разумеется, также есть промо-опора у правого шруса. У подрамника также есть дополнительные усилители, которые еще уходят на кузов. Здорово, что вдоль всего кузова проходят пластиковые щитки. И они словакского производства. Удивительно, что выхлопной тракт, он лишен каких бы то ни было резонаторов. Чешского производства выхлопная труба, но это именно труба. У промо-опора также есть свой собственный щиток. Потому что промо-опора, она резиновая и резина боится перегрева. Забавно, что карданный вал от промо-опоры до заднего моста, он прям вот такой. Сам бензобак российского производства, он, разумеется, пластиковый. Но ленты его крепления, они немецкого производства. Задняя подвеска концептуально очень похожа на черри. Точно так же по четыре рычага с каждой стороны. Но здесь система полного привода. И у нас богатая машина, и поэтому у нее есть выдвижной фаркоп. Сейчас опустим, и я вам покажу. Сейчас время подводить итоги, на самом деле. Но так как это кроссоверы, мы все-таки выбрались на природу. Вот по этой дорожке, если не застрянешь, проедешь по этой дорожке. Если выполнишь задание, согласен на ничью. Попробуем. Очевидно, что полноприводный кроссовер здесь пройдет. Собственно, и возникает вопрос. Имеет ли возможность обладатель большого семиместного, но переднеприводного кроссовера? В принципе, есть у него шанс выехать. Хотя бы вот на такой легкой бездорожье или нет. Погнали. Все просто. Вот, но тут. Учитывая, что у меня машина. Да. Мне кажется, мы заякорились. У меня шинный Купер. Это марка, в принципе, ну, более-менее известна своими внедорожными покрышками. Все, как мы любим. Вообще на ровном месте. Просто тупо сел. Вот. Я, честно говоря, когда брал Кодиак, я думаю, ну, такая странная комплектация. Вроде диски огромные, бесполезные на мой вкус опции, мотора немного. И зачем-то, совершенно невероятно, непонятно, зачем, есть фаркоп. Вот. И, кстати, если у вас установлен фаркоп, то сзади вкрутить уже традиционную буксировочную проушину не удастся. Потому что там отверстие в бампере есть, а, собственно, там резьбы, куда воткнуть, нет. Я думал, вы слышите, как в заднее стекло летят комьи грязи, которые выкидывают из-под себя Шкода. Заплевали. Всю Черри заплевали. Черри, я честно бился и хотел буквально выпросить балл за езду по бездорожью. И, возможно, там прошла бы девяточка. Ну, во-первых, девяточка повыше, у нее поуже колесики. Главное, сама девяточка полегче. Тут все-таки достаточно тяжелый автомобиль. Ну, во-первых, я доволен, что мне не надо лезть вот в эту грязь, потому что даже вот мой буксир показал, что это непростое такое дело, да? Здесь все-таки после дождей трудновато было. Черри с передним приводом. Я доволен, что мой Черри выглядит как настоящий внедорожник. Грязь лежит на капоте, грязь лежит на крыше. Да, вообще страшно на нее смотреть. Хотя это та грязь, которая вылетела от Шкоды и, собственно, прилетела на капот. Но выглядит как взрослый, как будто внедорожник. Но в целом оба автомобиля молодцы. Немец показал свои, Чех, свои немецкие корни. И Черри неплохо выступил. Понимаешь, он почти подбирался. И вот здесь вот Игорь распинался вообще в ничью сыграть. Но, правда, его остановила настоящая русская грязь. Вот стоит ли, стоит ли борьба с ней вот такой разницы в деньгах? На самом деле, полноприводные кроссоверы изобретены. И даже у Черри есть модель X-Seed с таким же мотором, с такой же коробкой, на очень похожей платформе, но с полным приводом. Почему Тига 8, да еще и с приставкой PRO, профессиональный, мощный автомобиль, приехал к нам с недоприводом? Я не знаю. Вот привозите такую же машину с полным приводом, с адаптивным круизом за 2,5 миллиона рублей. И вот тогда со Шкодой можно будет тягаться уже почти на равных, учитывая, что Шкода стоит 3, а Черри все-таки должен вам сэкономить полмиллиона рублей. Ну, я бы взял почти с такими тремя восклицательными знаками. А с вами был блог Авто МПС. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Не забывайте, что вместе с нами вы можете выиграть Киа К5. Смотрите, как это сделать в описании. Хорошего дня! До новых встреч!